Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн и это игра Планет Номадс. Сложно на самом деле с чего-то начать, потому что очень многое произошло за кадром. Но начну я с того, что, ребят, если вы поставите лайк и мы наберем 200 лайков под этим видео, то я сяду и начну создавать новое видео. Хотя посмотрим, чем это закончится. Но, в общем, вы знаете, чем больше лайков, тем это выгоднее и для вас, и для меня. Для вас это что? Точно выйдет новое видео, а для меня это то, что... Я знаю, что вам мои видео нравятся. Ну и как бы они еще и в тренд, ну, чуть-чуть поднимаются, как бы и популярнее становятся. Ну, в общем, все зависит от вас. С чего же начать? Вообще, за кадром я провел очень много времени, очень много времени. В результате этого создался вот такой вот монстр шестиколесный. Это реально уже монстр, потому что я уже тут вложил идеи, я и поработал над устройством. Немножко вот тут недоделал на некоторые моменты, да, Но это понятно, почему, кстати, вот сейчас вот доделаем. Ну, потому что доделывалось все в... Как бы это правильно выразиться-то? В... Ну, блин, как бы это правильно сказать-то? В походных, да, в походных условиях доделалось. И некоторые моменты просто тупо не хотелось доделаться или забивалось. Но, в принципе, идею я вот поддерживал такую, и вот такое вот устройство родилось. Передняя часть немножечко хромает, но в этой игре нету пока... То есть, смотрите, вот, вот, вот прожектор великолепный, да. А здесь нету прожектора для устройств. Здесь есть всего лишь вот такие вот лампочки, которые мы... Ну, лично я поставил наперед, хотя бы, чтобы что-то как-то освещать впереди ночью, да. Чтобы не проваливаться в ямы совсем уж. С подвесочкой очень интересный момент. То есть, можно настраивать, как бы, автоматическую подвеску, которая играет и ловит все неровности. И можно увеличивать просто градус подвески, так скажем, увеличивать мощностью и подъем самого автомобиля. Тем самым можно играть, вытаскивая автомобиль из каких-то ям. То есть, много этим можно дорабатывать. Что здесь еще стоит? Здесь стоит 6 батареек, чтобы запитывать все устройства, которые здесь есть. Во-первых, это 6 колес. И, во-вторых, это вот такое вот устройство здесь стоит для того, чтобы готовить еду. Вот сейчас оно, кстати, не подключено. А знаете, почему не подключено? Потому что... Потому что, потому что... Потому что я не помню почему. Потому что вот это вот, по-моему... Сюда тоже, да. Вот, теперь подключилось, все нормально. Теперь они оба работают. И также вынуждено было сделать здесь кровать. О, вот еще место незакончено. Блин, не хватает одной детальки. Именно кровать. То есть, вот даже не то, что кровать, а вот такую вот капсулу, да, получается. Потому что... Да потому что, собственно, не получается нормально выживать без этой капсулы. Во-первых, в капсуле можно выжидать время. Это очень важный момент. То есть, можно сесть, допустим, вот так вот. Нажать на пробел. И время пошло. Как видите, пролетает все вокруг. Тем самым мы можем в любой момент остановить. И так, скажем, ну, дождаться утра. Это раз. Во-вторых, когда у вас усталость и отравление или еще что-то, вы не можете спальным мешком это восполнить. Только восполнив вот сном в капсуле. Да, только таким образом можно восполнить такие вот потери. Там вот, допустим, кислоты, отравления или холода или еще что-то подобного. Чем же, собственно говоря, за кадром я занимался? Я искал серебро. И на это я потратил очень много времени. При том, что, как бы, даже и ребята, вот, один человек в комментарии подсказал. И я еще полазил на некоторых форумах. То есть, вся суть в том, что серебро находится в зимнем биоме. Ну, вот в этом заснеженном немножечко. И можно найти кристаллы. И также можно найти руду. И она, как бы, есть алюминий кобальт, а есть алюминий серебро. Вот две руды. Ну, в которых, то есть, находится алюминий кобальт. И вторая руда, в которой находится алюминий серебро. Кобальт это я нашел очень много. А вот серебра я нашел совсем очень мало. Точнее, руды я совсем не нашел. Находил кристаллы, которые можно найти на поверхности территории. И вот так вот я добывал кристаллы. Ну, здесь даже можно посмотреть. Вот я добыл, ну, почти 300. Так, ладно, вот так вот будем считать Кобальт, вот кобальт, который здесь лежит Вот честно Кобальт и алюминий, я не знаю, куда его уже засовывал Потому что у меня его, ну реально Очень много При том, что, ну, вот титан еще редкий ресурс Говорят, то есть кобальта Прям вот, ну, очень много Я не знаю, почему так они сделали Почему такой разброс есть В ресурсах, я немножечко Не понимаю, но Факт того, что это Присутствует, это есть Также я построил себе вот такую вот Вот здесь, вот, вот, вот Такую вот Сцерну, я бы даже сказал Да, ресурсов и здесь Как бы разложил некоторые ресурсы Даже те, которые повторяются, я уже Кладу вниз, чтобы они не занимали Место наверху В итоге я имею вот такое небольшое Количество ресурсов, это уран Почему-то его очень много Золота больше всего Алюминий, ну, еще я алюминий Не перекладывал кобальт И вот здесь вот всех меньше Это вот гайнит Вот этот гайнит Да, как-то так И титан, и серебро Что же мы продолжим делать с вами? Во-первых, у меня появились новые крафты Крафты вот такие вот Конвейер Икс-сектор Что это такое? Я, честно говоря, не знаю Да, конечно, можно перевести, но У меня не получается Не всегда получается перевод хороший Поэтому я так предполагаю, что это Ну, какие-то трубы, да А вот что они перекачивают Это непонятно Но Я могу предположить, что Смотрите Вот трубы, да Кстати, что они Вот Их же мы устанавливаем Да, то есть мы их как-то устанавливаем При том, что Видите Оп То есть я даже так не могу их поставить Только вот к этим Вот здесь вот не могу То есть Оп Чувствуете, да Вот И я сейчас заметил Ну, когда вот увидел эти трубы Что в каждом блоке Есть вот такие вот места И у меня сразу возникает вопрос Хмм Это получается, что можно К То есть можно эту всю систему Автоматизировать То есть, как получается Что у нас здесь, допустим Хранятся ресурсы И мы по трубам Подключаем к каждому станку Эти ресурсы Тем самым Нам не нужно бегать И перетаскивать ресурсы А просто Ну, так сказать Пользоваться тем Что у нас лежит в инвентаре И сейчас, наверное Надо будет попробовать сделать По-хорошему По-хорошему Надо будет попробовать сделать Но сначала, наверное Скрафчу эту систему Вот эту вот Точнее, вот эту штуку И еще Еще очень важный момент Капсула Капсула Да, ребятки Капсула Как видите Она разобрана наполовину И мне посоветовали Ее разобрать Она разбирается Очень медленно И с нее я уже получил Плейтинг МК 5 штук МК-2 Потом Электроды Вот эти вот 5 штук Второго уровня И Вот эти рессоры Да, то есть Амортизаторы 5 штук Тоже Второго уровня Это довольно-таки Интересно И я сейчас Наверное Ее разберу Полностью Разборка Подходит К концу И я получается 8-8-6 Довольно-таки Неплохо Очень неплохо И очень неплохие Ресурсы С этого С этой капсулы Получил Ну прям Я бы даже сказал Ну прям Потрясаю Мне нравится Какой у меня монстр Получился Хотя С другой стороны Другого Ребят здесь И не поставишь Можно конечно 4-х колесного Ой 6-8 колесного Построить Но Смысла от этого Уже точно не будет Так Здесь нам еще Нужен композит Парц МК-1 И еще Обычные Рессоры Так Я собрал все ресурсы Оказывается У меня очень много Просто лежит Да Так скажем И Давайте Соберем эту штуковину Посмотрим На что она способна И вообще Что она делает Так Ее нужно будет Обязательно Подключить К электричеству У нас Электричества Вроде бы Должно хватать Оп Включилось Видно что включилось И давайте посмотрим Что же она делает Ага Она делает у нас Более мощные Инъекции То есть Смотрите Это инъекция Лечения То есть Я так понимаю Это у нас От ядов Да Спасает Здесь у нас По-моему Ну или от ядов Или чего-то Здесь у нас Просто энергия Типа адреналин Да Но адреналин Не написано Термор Это типа Температуру повыше Так Здесь у нас Плюс лечение И Ну это Обычный бандаж Просто Да И Получается Таун кит Крутые штучки Но Честно Честно скажу Ну Опасности Я здесь Не вижу Самая опасность Это разбиться Потому что Здесь больше Я ничего такого Вот не встретил В игре Чтобы можно было Чего-то опасаться Монстры Ну они пока что Здесь очень слабоватые Ну серьезно Они прям вот Очень-очень Слабоватые Так И вроде бы Все устройства Которыми Можно пользоваться Я скрафтил Вроде бы да Я тут начал Разбирать Немного Своего Домика И Заметил Что не у всех Устройств Есть вот эти Подключения К трубам И здесь Вот у меня Вот прям Честно Честно Я прям Захотел Узнать Может быть Есть Снизу Подключение Но если Даже взять Черчеж То видно Что С этой стороны Нету И снизу Тоже нету Подключения Да То есть Не все Похоже Предметы Можно будет Автоматизировать Но даже Видите Разворачиваем Я думаю Вот к этим Ну какие то Воздухоотводам Тоже не подключаются Это Это печально Это серьезно Печально Я думал Что здесь Можно будет Автоматизировать Все И что то Я сейчас Немножечко Расстроен Но В принципе Это не очень Страшно Что же мы будем Делать Сейчас Давайте Нам нужно Подключить Так Давайте Вот так Вот сделаем Нам подключить Нужно Вот этот Контейнер Здоровенный И Я бы Подключил Потом Так Давайте вообще Все возьмем Трубы Чтоб легче было Я честно Не представляю Как это работает Но Сейчас будем Как сказать Опытным путем Все пробовать Да Так Вот этот контейнер И я бы Эти контейнеры Тоже подключил Почему бы нет Потому что В них тоже Хранятся предметы Хотя С другой стороны Теперь я и вообще Не понимаю Смысл хранить Предметы В таких контейнерах Если есть Вот такая вот Дурьё Ну типа Ну серьезно Так Окей Трубы я наметил Подключу я Значит Получается Что я Вот этот вот Устройство Могу подключить Да То есть И в принципе Все То есть Вот у него Есть подключение И вот Вот батарея Наверное Еще батарея Тоже как-то Должна подключаться Возможно Возможно Она на будущее Потому что Инвентаря здесь Нету Да Электричество Мы можем так Вот подключать Возможно Со временем Сюда нужно будет Что-то складывать Какое-то питалово Ну Питание Имеется ввиду что-нибудь Не знаю Батарейки Каким-то Или еще что-нибудь То есть Все Вот Это подключается И Обычные Предметы Поэтому Это разбираем Так У нас здесь Ничего нет Это разбираем И устанавливаем На друг Уже к системе Так То есть Надо планировать Планировать домик Такой И Здесь все Это конечно 3D принтер То есть Большой В принципе Это дан Маленький И не нужен Так Стоп Только вот Вот как-то Так что-ли Получается Да Что-нибудь Типа такого Получается Подключение Так И здесь Давайте-ка мы Его сразу Скрафим Получается Большие Ой Маленькие Принтеры Это и не нужны В принципе Потому что Можно сразу Вот несколько Штук Таких Подключить А Тут и сбоку Даже было Оказывается Ну ладно Можно несколько Таких Больших Принтеров Подключить В принципе И этого Будет Достаточно Так А давайте-ка Мы знаете Два Поставим Сразу же Вот так Вот Такой Необычный Подход Ах Ты ж Кончилась Так Продолжаем Кончились ресурсы Поэтому Продолжаем Их просто Всего лишь Нужно было Докрафтить Так Так Сначала Вот эту Штуковину Давайте Установим Да Развернем Наверное Все-таки Если близко Так не очень Красиво Смотрится Да Давайте Вот так Поставим Окей И здесь Теперь Нужно Подключение На самом деле Вот Эти трубы Это Это очень Интересный Намек На будущее Да То есть На развитие На развитие Вот этой Всей части Так Вот здесь Нужно Повернуть И вот Как видите Можно Менять Направление Поворота Трупа Хотя Давайте Вот так Вот Сразу Сделаем Потом Четверочка Так И Блин Трубу Сместил Вот Так Вот На пятерочку Давайте Поставим И Вот Что 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 А вот Этого Я не Отжидал От игры То есть Какого-то Трубостроения Да Какой-то Логистической Сети Или Что-то Типа Такого Потому Что В принципе В теории Это Она И Есть Так Ну Че Остается Подключение Сделать Потому Что Подключаться Будет Очень Дорого Посмотрите Здесь Используются Пластины Первого Первого МК Этим Этим Было Подключено Ок Смотрим Есть И да Ребят Это Именно То О чем Я Говорил Ребят Серьезно Это Божественно Это Серьезно Божественно Единственное Сразу Как бы Для меня Небольшой Минус Это То Что Эти Предметы Так Ах Ресоры Как раз Таки Эти Предметы Нельзя Точнее Вот такой Системой Смотрите Я могу 70 Их Скрафтить То есть О боже То есть Все ресурсы Которые Лежат Вот Сейчас В главном Так скажем Складе Да Они Сейчас Используются Потрясающие Вот Идеи Идеи Для Крафта Потрясающие И Жалко Только Еще раз Повторить Что Не все Можно Подключить Давайте Конечно Вряд ли Что Снизу Как-то Их Можно Подключать Да Но Я проверю На всякий Случай А вдруг А вдруг Их Можно Как-то Подключить Снизу И Это Было Бо Потрясающе То есть Добавьте Вот Вот Этот С Едой Да То есть Ну вот Видно Сразу Что Снизу Он Не Подключается Да И Сверху Тоже Да Это Тоже Тоже Не Подключается То есть Серьезно Одно Устройство Только То есть Это 3D Принтеры Можно Подключить К этим Трубам И Зачем То Непонятно Зачем Непонятно Зачем Можно Подключить К батареям Вот Вот Че Че Вот Это Вообще Непонятно Так Ну Система Клевая Но Но Она Как бы Сказ Наверное Недоделанная Наверное Да Как-то Так Получается Надо Для Них Давайте Мы Знаете Что Сделаем Сейчас Поставим Еще Одну Батарею Для Них Прям Отдельно Чтоб Они Использовали Именно Батарею Так И Вот Здесь Ох Прям Можно Идеально Вот Так Оп Оп Нет Она Чуть 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 Сместилась Мы Можем Вот Так Вот Вот Так Вот Нет Ну Зачем Ты Поворачиваешься То Оп Подключение У меня Все Есть Здесь Мы Отсоединяем Здесь Мы Отсоединяем Это Оп Проверяем Работает Не Работает Стоп То есть Одной батареи Не хватает Чтобы Запитать 2 3D Принтера Я Шок Серьезно Вот Это Мощно А Вот Этот Вот Ж Давайте Вот Так Вот Ну Вот Все Теперь Точно Все Запитано Окей Ладно Странно Что Одной батареи Не хватает Для того Чтобы Запитать Но Зачем Сюда Подключать Мне кажется Это На будущее Вот Серьезно Просто Тупо На будущее Чтобы Потом Можно Было Собирать Какие То Устройства Что Нам Еще Вообще Можно Сделать В этой Игре Потому Что В принципе Я Уже Все Сделал Да Конечно Появились Новые Крафты И Стоп Нет Не Появились Здесь Нужно Скрафтить Reinforced Вал Short А Ну То Есть Рампу Наверное А Ну Вот 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 Эти Столбы И здесь Появляются Более Мощные И Где-то Здесь Даже Дорс Вал Вич Дорс Ну Хотя Давайте Reinforced Reinforced Вал Вот Эту Вот Штуковину Откроем Рецепт Странно Кстати Они Как-то Открываются Ну Давай Окей Ой Лишка То есть Их Можно Просто Расставить Что Ли Здесь Где-то Везде Оп И Сразу Как Видите Четыре Рецепта В верхнем Правом Углу Открылась Это еще Не все Здесь Нужен Был Стеерс 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 И Фенсы Вот это Ворота Да Я так Понимаю Фенсы Корнер То есть Это Сбоку Да То есть Ворота Здесь Райлинг Какой-то Былд Райлинг Мой Английский Самый Лучший Английский На свете Сначала Сначала Нужно Нам Скрафтить Лестницу Давайте Скрафтим Посмотрим Как раз Как она Работает Так Как она Вообще Подключается Оп Потом мы К ней Сразу Можем Интересно Подсоединить Нет Получается И самое Забавное В том Что Ну В принципе Вот же Лестница Да Все Готово Типа Ну Типа Все Нормально Готово Но Вот так Она Конечно Красивее Выглядит Посмотрим Сейчас Вот видите У меня Три Рецепта Появилось И Какие Три Рецепта Появились Вот такая Платформа Появилась И Собственно Говоря Вот Заборчик Да Я так Понимаю Который Нужно Как раз Таки Скрафтить Ну Ка Вот Это Что Такое О Вот Это Прикольно Смотрится Да То Есть Площадочка Такая Площадочка Да То Мы ее Можем Допустим Вот Вот Так Вот Поставить К примеру И И Вот Собственно У нас Такой Выход Получается Да И Последнее Вот Собственно И Открывается Это Такой Заборчик Пожалуйста Блин Прикольненько На самом Деле То Есть Задатки У этой Игры Конечно Великолепные Так Заборчик Есть И Давайте Все таки Интересно Как Выглядят Ворота Я думаю И вам И мне Будет Интересно Так 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 Где Эти Ворота Там Нет Не то Это Просто Стены Вот И Вот Ворота Я так Понимаю Что Простите Но Допустим Где-то Я хочу Где-нибудь Вот Здесь Сделать Эти Ворота Оп Окей Что Простите Это Как Это Как это Вообще Устанавливается Или Что Или Это Типа Может Быть Я конечно Ошибаюсь И неправильно Понимаю Что Это Такое Фэнс Или Это Стена Фэнс Прошу Прощения Это Забор Ну Мой Английский Самый Лучий Английский Да Так 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 А что У нас Нету Какого-то Ангарных Ворот Получается Что То есть Если Я захочу Сделать Какой-то Ангар Да То есть Для своего Устройства То Получается Что Фигушки Что Ли Ну Вот Вот Это Обидно Честно Говоря Ну Ка Клево Клево То есть Это Между Комнат Да Такая Дверь Клево Клево Очень Классно Сделано Да И вообще На самом Деле Все блоки Здесь Сделаны Довольно Шикарно Блин Как Заборчиком Сразу Здесь Вот Так Уютненько Как-то Стало Да И Я думаю Очень Многих Просто Забомбит Если Я Не Посмотрю Блок Вот Этот Вот Да Который Я Прям Такой Типа О Че Этот Блок Делает Давайте Его Поставим И Скрафтим Точнее Его Но Здесь Вот Композит Парц МК2 Которые У меня Кстати Есть Они У меня Есть Вы Помните Откуда Они У меня Есть Нет Нет Я Делать И Так Как У меня Есть Серебро То Я Могу Их Себе Позволить Но Биомассы Нет Но Сейчас Биомассу Мы Просто Кинем В Общий Котел Вот Сюда Вот И Все Биомасса Есть Система Должна Начать Создавать Да Кобальт Стоп Я Че Не Понял Ну Да Вроде Бы Хм Я думал Серебро Здесь Требуется Ну Ладно А Я Вспомнил Что Я Еще Не Скрафтил Я Вспомнил Вспомнил Сейчас Найдем А не Скрафтил Я Ураниум Генератор Да Именно Он Генератор Урана Или Как То Так Давайте Вот Его Собираем Так Здесь Опять Электро О Сохранение Конечно Электроды Второго Уровня Нужны Оп Так Если я не ошибаюсь Они вроде бы Нет У меня Первого Всего лишь Были Так Здесь Готово Давайте Скрафтим Вот эту Штуковину Ее Так Вроде бы Нужно Подключить К Да Ее Обязательно Нужно Подключить Стоп Стоп Так Свич Стоп Давайте К А давайте Собственно Запустим Сейчас Генератор И посмотрим Как он Нас Запитает Какие-то Части Так Все Есть Готово Давайте Докрафтим Его И Я так Понимаю У него Тоже Инвентария Нету Мы можем Его Спокойно Подключить Куда Угодно То есть Он вообще Похоже Ну-ка На таком Расстоянии Он вообще Ааа На таком Расстоянии Слишком Далеко Для него Но Я перенес Быстренько На другую Сторону Так что Давайте Попробуем Я знаю В принципе Что эта Штука Делает Я даже Видел Ее Ну В некоторых Мувиках Давайте Развернем Нашего Монстрика И Заедем Конечно Монстрик Так Так И Вроде Б Да Ну вот Собственно Мы Подъехали И Наше Устройство Типа Подлетело И мы Можем Ну Как-то Слабовато Подлетело Честно Говоря Наверное Две Такие Штуковины Нужно Чтобы А Ну вот Собственно Ооо Шикарно Очень Прикольно И Необычно Очень Прикольно То есть Можно Снизу Сверху Как-то Его Облазить И я так Понимаю Даже Если По Хорошему Его Знаете Вот это Устройство Надо Куда-то На стену Так Типа На стену Ставить Хотя Как видите Вот здесь Вот на пол Допустим Нельзя его Поставить На стену Давайте Посмотрим На стену Тоже Нельзя И Типа В чем Прикол Бум То есть Ну не знаю Я бы его на стену Поставил Но было бы лучше Да И как Такое здесь Машинка Допустим Тут вниз Вверх Ее можно поднимать И здесь Управляешь Ну как-то так Вот Я это лично Представляю И конечно же Ребят Конечно же Я Постреляю Ну если так Может выразиться Из топовой пушки Да Я скрафтил Скрафтил себе Вот это Мультитул МК4 Что она Не меняется Видом Здесь Никак Да Ну и Себе Также Джетпак Еще я Сделал Который Открывает Полностью Инвентарь Ну и Конечно же Дает Полет Вообще Довольно Так Ух ты Вообще Очень Долго Прям Ой Как Долго Кстати Но Он Внешне Не меняется Ну ладно Самое главное Интересно Посмотреть О Ну Вот Неплохо Смотрится Неплохо Сколько он 200 патрон Сразу же Вкладывает В Внутрь Это В инвентарь То есть Получается Да Ну Патронтаж Давайте посмотрим Как у нас Здесь Копает Как О Да Ребятки Копает Конечно Он Божественно Но Посмотрите Скорость Скорость Просто Вообще Невероятно То есть Спокойно Можно Тут Сколько Угодно Это Круто Это Круто Конечно Это Клевые Штучки Ну Не зря Они Самые Топовые Ну И что Ж Давайте Все Таки Подведу Какой-то Какой-никакой Ну Я не знаю Не знаю Как Правильно Выразиться Концовочку Да Для Этой Части Я Надеюсь Что Эта Игра Не Загнется Я Надеюсь Что Она Не Не Останется В том Раннем Доступе Как Многие Игры Остаются И Она Будет Развиваться И Я За ней Буду Следить Я Буду Следить За Обновлениями Я Буду Рассматривать Эти Обновления По Возможности Конечно Буду Знакомить С ними С Изменениями Буду Знакомить И Надеюсь Это Будет Очень Интересно И Познавательно Что Жду Я От Этой Игры Во Первых Во Первых Больше Событий В мире Потому Что Здесь Бескрайние Какие Я За 10 Тысяч Километров Уезжал Ну Не Тысяч А За Десять Километров Уезжал Да Нет Тысяч Наверное Да Десять Тысяч Там 2002 К Десять К И Вообще Вот Путешествие По миру Очень Клевое Но То есть Вы едете Вы там Провалите Вы пытаетесь Тачку Вытащить И Ищите Просто Какие-то Проезды Разрываете Камни Что Проехать Потому Что Сбоку Справа Слева Там Обрыв Очень Много Таких Вот Моментов Присутствует В этой И Хотелось Бы Каких-то Тайники Знаете Какие-то Артефакты События Это Вот Первое Что И Смысл Вот Этой Езды Тоже Хотелось Бы Какой-то Чтоб Какой-то Был Больше Автоматизации Конечно же Больше Автоматизации Я бы Вот С этой Системой Которую Они Здесь Вот Так Вот Начали Я так Понимаю Которая Будет Развиваться Вот С этими Трубами Я бы Хотел Увидеть Подключение К каждому Устройству Это Было Просто Божественно И Конечно же Новые блоки Новые строения И Конечно же Новые Крутые Какие-то Модернизации Тачки То есть И Ховар Конечно же Какое-то Летающее Какое-то Устройство Устройство Которое Могло бы Плавать Потому что Воды Здесь Довольно Таки Много И Моря Приходится Объезжать Хоть Мы И можем Как бы По дну Проехать Но Так как Видимость Очень Плохая Очень легко Можно Провалиться В какую-то Расщелины И Под водой Там Практически Невозможно Будет Достать Наше Устройство Его Надо Будет Разбирать Ну И Там Подобно Очень Многое Хотелось В этой Игре Увидеть Но Не Факт Что Это Все Появится Будем Надеяться Серьезно Будем Надеяться Потому что Многие Ранние Проекты Ранний Доступ Точнее На Других Проектах Вышли В итоге В Очень Великолепную Игру Также Хотя Б Космические Инженеры По моему И так Игрушка Называется Даже Ее В пример Можно Поставить И Надеюсь Вот С этой Игрой Также Все Получится Это Получился Все Таки Последний Выпуск В нем Мне Удалось Все Все Скрафтить Что Получилось Да Я Не Скрафтил Допустим Одну Вещь Наверное Таблетки Я Не Скрафтил Которые В принципе Мне Ну и Не Нужны Я Ими Не Пользуюсь И И Получается Ну не Пользуюсь Просто Они Мне Уже Точно Бесполезны И Не Скрафтил Единственная Вещь Это Вот Вот Это Вот Но Здесь И так Все Понятно Что Просто Больше Выносливости Больше Еды Будет Там Подобный Костюмчик На этом Все Всем Всего Удачи Пока